Исследователи дальних рубежей Исследователи дальних рубежей военные и ученые сообща работают в экспедиции на островах Курильской гряды. Добраться в эти края непросто. На площади более 3000 квадратных километров проживают около 6000 жителей, в их числевое наслужащее из пулеметной артиллерийского полка Восточного военного округа. Частые тайфуны, сейсмическая опасность, 9 действующих вулканов, возможность встречи с бурым медведем – все это про остров Итуруп-архипелага Большая Курильская гряда. Именно сюда прибыла комплексная долгосрочная экспедиция Министерства обороны Русского географического общества «Восточный бастион Курильская гряда». С военными и учеными в экспедиции побывала и корреспондент Красной звезды. Остров вулканов и кипящих озер. Цепь Курильских островов, куда относится Итуруп, растянулась между полуостровом Камчатко и японским островом Хоккайдо. Территориально относятся они к Сахалинской области. Еще во время долгого перелета начальник экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации Евгений Бенюков отметил, что это логичное продолжение двух совместных экспедиций военного ведомства и Русского географического общества на острова Шумшу и Матуа. Те две поездки носили больше поисковый характер и были связаны с операцией 1945 года. А так как Шумшу был единственным островом, где проходили бои, то там мы искали советскую технику и останки наших воинов, пояснил начальник экспедиционного центра Минобороны. Тогда и зародилась мысль, что другие острова Курильской гряды практически не изучены и информации по ним крайне мала. Эта поездка положила начало долгосрочной экспедиции, которая продлится до 2025 года и охватит всю Курильскую гряду начиная с Южных островов. До моего приезда члены экспедиции находились на острове почти месяц. С середины июля до середины и сентября военные, ученые и исследователи разных направлений работают сообща ради одной цели освоения малоизученных, труднодоступных территорий России. На острове присутствуют специалисты экспедиционного центра Минобороны, члены Русского географического общества, военные водолазы, военные топографы, ботаники, биологи, агрохимики, вулканологи, геологи и ученые и других сфер. Помимо поиска объектов военно-технической фортификации Японии и СССР на суше и под водой, прибывшие специалисты оценят загрязненность острова и другие экологические угрозы, определят современное состояние популяции видов эндемиков острова, их плотность и возрастную структуру, выявят современную динамку ландшафтных преобразований на поверхности, проведут массу исследований по своим научным темам. По словам Евгения Бенюкова, экспедиция проводится и в интересах национальной безопасности. Право принадлежности некоторых островов Курильской гряды, в том числе и Итурупа, оспаривается Японией. Кстати, Итуруп японцы считают частью своего округа Немура-Пефектуры Хоккайдо. И это при том, что на острове находится наша военная база и наш военный аэродром. Наконец мы садимся на военный аэродром Буревестнек. Прилетая сюда, понимаешь, почему этот удивительный и красивый край так манит путешественников со всего мира? Не зря Итуруп зовут островом вулканов и кипящих озер. 20 вулканов, 9 из которых действующие до сих пор – визитная карточка этого места. С одной стороны остров окружен Тихим океаном, с другой – Охотским морем. Нас встречает яркий солнечный день, как позже мне пояснили эта редкость на острове. Мы прилетели в самом теплом месяце в году, когда температура достигает 13,6 градуса по Цельсию. Но несмотря на переменчивую погоду, частые дожди, холодные ветра, теплый прием в палаточном лагере на берегу Тихого океана обеспечили военнослужащие из пулеметно-артиллерийского полка, который дислоцируется на этом острове. Питание участников экспедиции, душевая, баня – все это в полевых условиях организовали бойцы Сытурупа. И хотя они выставили охранение лагеря, инструктаж при встрече с бурым медведем-хозяином острова все же провели. Эта поездка положила начало долгосрочной экспедиции, которая продлится до 2025 года и охватит всю Курильскую гряду, начиная с южных островов. Исследуя незнакомые горизонты. Как отметил начальник экспедиционного центра Минобороны РФ, ничего не получилось бы без слаженного взаимодействия разных видов и родов войск. На протяжении всей экспедиции следователям помогали вертолетный отряд, относящийся к Хабаровской бригаде армейской авиации, военнослужащие из военно-транспортной авиации, Тихоокеанского флота, пулеметно-артиллерийского полка Восточного военного округа. В большинство точек на острове можно попасть только на Уралах и советских МТЛБ на гусеничном ходу. Для водителей преодоление такой сложной, труднопроходимой местности и отличная тренировка навыков, считает механик-водитель-ефрейтор Роман Головкин. Пока мы движемся на МТЛБ к месту обнаружения японских орудий, спрашивая у него, зачем он уехал служить так далеко от родного Курска. Сам захотел нести службу где-то в интересном месте. Предложили поехать на остров, я согласился. Здесь довольно неплохие условия службы, хороший продовольственный паек. Видел медведей, застал землетрясение, узнал, что такое тайфуны. Тут существует даже цунами, но на моей памяти их не было. Мы подъезжаем к так называемой Старой Японской дороге, недалеко от которой были обнаружены два японских орудия калибра 75 мм. Нашли их, как находят многие артефакты, случайно. Местный военнослужащий, отправившийся в эту местность за ягодами и грибами, наткнулся на одно из орудий. Второе орудие, повозка для перевозки боеприпасов и ящики для снарядов были найдены при прочосе местности уже во время экспедиции. Как рассказал старший поисковой группы экспедиционного центра Минобороны Сергей Котков, искать что-то в такой местности очень тяжело. Из-за высокого бамбука и крутых склонов трудно передвигаться, и орудия на расстоянии в 3-4 метра можно даже не заметить. Члены поисковой группы работают целый день, так как, чтобы просто добраться до места обнаружения, надо потратить несколько часов. Данная японская техника так называемого типа 38 была выпущена в количестве около 2000 экземпляров. В музеях их всего два, в США и Японии. Данных о наличии орудий в отечественных музеях нет, рассказывает Сергей Котков. Очевидно, был отход артиллерийского дивизиона. Бойцы понимали, что сохранить технику не смогут, поэтому максимально привели ее в негодность и сбросили с дороги. Но все силовые агрегаты, металл сохранены, и после реставрационных работ орудия займут свое место в музеях нашей страны. Чтобы военные вертолетчики могли работать по вывозу техники на внешней подвеске, с крутого склона ее вытянули при помощи НТЛБ. А вот дальше проявил свое мастерство майор Анатолий Пахмутов, который на Ми-8 АМЧ профессионально зависал сразу над нужной точкой и аккуратно доставлял найденные артефакты в лагерь, откуда они уже будут эвакуированы для реставрации. Еще одно орудие нашел опять же случайно старший сержант авиационной комендатуры острова Алексей Щербаков, отправившийся весной на рыбалку. Он рассказал это штабу экспедиции и с ними доехал на место обнаружения. На стальных салайсках полуторатонную находку стянули на МТЛБ и аккуратно на гусеничной технике доставили на базу. Выбор эвакуации зависел от местности и сохранности на уходке. Найти что-то в густых зарослях бамбука действительно дело случая, считают и поисковики, и начальники экспедиционного центра. Напомним, что к началу Советской и Японской войны на Курильских островах располагалось более 80 тысяч японских войск, свыше 200 орудий и 60 танков. Поэтому участники экспедиции справедливо считают, что на Этурупе существует еще много неисследованных мест. Продолжение о ходе экспедиции читайте в ближайших номерах Красной Звезды. Кристина Уколова, Красная Звезда Остров и Туруп